На днях, да, был у нас еще раз, в который раз нас посетил госсекретарь Шаблинкин и министр обороны США. И они как бы говорили о том, что да, будут деньги, они говорили, что будут новые вооружения и говорили о гарантиях безопасности. Вот тут я хочу спросить у вас подробнее, что такое гарантия безопасности, потому что мы знаем, что неделю назад Джонсон заявил, что они оставляют за собой право ядерного удара, если хоть одна ядерная боеголовка упадет на территории Украины. Что такое гарантия безопасности от США? Не то ли, о чем говорила госпожа Ноланд? Ну, давайте с этим разберемся, да. Представим себе послевоенную Украину. Уверен, что каждый из нас об этом думает каждый день, каждую ночь и спит, а сам на самом деле думает об этом, да. Наступит послевоенная Украина, наступит мир. Мы в полкну и столкнемся с последствиями войны с точки зрения экономики и реальной жизни. Нам нужно будет думать, за что жить, нам нужно будет думать, как развивать промышленность, как восстанавливать города и нашу всю инфраструктуру. И вот тут мы сталкиваемся с одной ситуацией, что если гарантии безопасности, то есть если нет гарантии, что не прилетит очередной там какой-нибудь Искандер или Калибр, или какая-нибудь сволочь выпустит из границы с Российской Федерацией по Харькову или по Сумам каком-нибудь артиллерийский обстрел, если мы не будем иметь таких гарантий, то нам очень трудно будет развивать экономику. И, следовательно, так сказать, закладывать основы нашей будущей мощи и нашего будущего развития. И, следовательно, это самый главный вопрос, который определит наше будущее – гарантии безопасности. Если Британия и Соединенные Штаты предложат нам вариант, и к нему присоединятся европейские наши коллеги, при котором человек, живущий в Украине, занимающийся здесь бизнесом и работающий, будет защищен и гарантирован от того, что сейчас происходит на Украине, мы стратегически будем иметь очень устойчивую линию развития. Поэтому это самый главный вопрос переговоров. А не то, там, дадут нам 3 доллара сейчас или 3 миллиарда долларов. Это очень важно, это чрезвычайно важно. Но это фактически. А нам нужна стратегия. Если Британия сделала такое заявление, это уже очень серьезно. Это серьезнейшая поддержка. Им непросто было занимать такую позицию, и американцам непросто. Это надо очень ясно понимать. Как непросто, скажем, тому же Макрону заявить и теперь реализовать ситуацию отказа от российских нефтегазовых активов в экономику Франции. Это заслуживает уважения. То есть им нужно пройти свой путь. Знаете, у нас иногда такая есть позиция, что война же, они все нам должны. Но мы не учитываем их ментальность, их сложности, потому что мы поражены шоком собственной войны. Но на самом деле, вот то, что сейчас делают американцы, британцы, и следом за ним идут европейцы, может быть не так быстро, как нам хотелось, но все-таки идут, это чрезвычайно важно. Итак, гарантии безопасности, гарантии встречного ответного удара, как вы и сказали, необходимы и возможны, если западный мир будет нас, украинцев, и нашу украинскую державу ощущать как часть этого западного мира, западной цивилизации. То есть нападение на нас будет нападением и на них в том числе. Таким образом, мы должны сделать свою работу, стать частью этого мира, они должны нам обеспечить защиту. Детали этого механизма, безусловно, знает президент Зеленский и правильно делает, что пока ни с кем этими вопросами не делится, потому что это вопрос очень деликатных, очень тонких переговоров. Мы можем лишь фантазировать и предположить целый ряд такого рода механизмов. Начиная от того, что Украине будет предоставлена возможность самостоятельно защититься в ответ на любой удар и заканчивая дружественную защиту, дружественный огонь. И самое максимум, это здесь пятая статья НАТОвского договора, когда нападение на любую страну члена НАТО, есть встречный ответ от всех членов НАТО агрессоров. Вот я бы не исключал ничего из этого спектра. Арсен Борисович, не кажется ли вам, что если так случится, дай бог, мы получим такие гарантии, что это означает фактическое вступление и беспормальное вступление? Да, конечно. Но я бы, знаете, что еще сказал вам? Не надо исключать полностью философию нашего вступления в НАТО. Да, сейчас оно кажется несколько невозможным, сложным, и многие об этом высказываются. Но вы задаете себе вопрос, что для вас еще два или три месяца назад было странным и невозможным, и что стало возможным сегодня. Поэтому мир меняется, осознание происходящего меняется, в том числе и в голове у западных политиков, и у западного народа самое главное. Давайте мы поставим максимум быть членом НАТО и быть защищенным оружием и НАТОвским договором. Это максимум. И другие методы. Это более минимальные. В том числе, не вступая в НАТО, быть защищенными так, как НАТО. В том числе, получить доступ к оружию и страховку какую-то на этот счет. То есть вот эти все механизмы, они должны будут заработать. В противном случае, полной победы над Российской Федерацией в этой войне не будет. И такая война, незавершенная логическими шагами, шагами такими, будет иметь всегда последствия и не только для Украины, а для всего мира. Поэтому я бы здесь был таким осторожным оптимизмом, оптимистом, потому что тенденции очень хорошие и очень правильные. И давайте не исключать цинизм западных политиков тоже. Тут надо об этом очень открыто говорить. Но мы не должны реагировать на цинизм политиков и не должны их особо там шельмовать, потому что наша задача убедить не политиков западных, а западные народы. И никуда не денется власть Германии, Италии или Франции или Соединенных Штатов, когда 80% народа этих стран будут симпатизировать Украину и требовать от них. Западная политика так устроена. Любой западный политик, так устроенный к демократии, реагирует на мнение народа. И когда Италия всегда очень выдержанная, сдержанная и осторожная, и даже где-то легкосимпатизирующая Россия вдруг принимает решение парламентам помогать Украине вооружением, это означает только одно. Они не могут удерживать давление собственного народа, который симпатизирует украинцам. Благодаря в том числе тем украинцам, которые работают в Италии и имеют хорошую репутацию. Благодаря тому всему, что происходит на нашей земле сейчас. Это самая главная наша задача. А все остальное следствие? Это правда, это правда, потому что в западном мире, в отличие от России, есть выборы, а раз там есть выборы, то мнение народа там никогда не будет безразличным. Продолжение следует...